Здравствуйте, дорогие зрители канала Заметки Нумизмата! Сегодня еще поговорим на такую злободневную тему, как подделка донативных монет Российской империи, памятных монет, и, наверное, начнем разговор с, пожалуй, самой проблемной в этом смысле монеты, рубля 1859 года, памятник Николаю Первому на коне в Петербурге, иногда в простоично называемом рубль-конь. Одна из первых ранних памятных монет Российской империи и, к сожалению, пожалуй, наиболее подделываемая. Подделки есть очень высокого качества исполнения, есть и дешевые сувениры. Сувениры, конечно, отличить намного проще. То, что касается качественных подделок, здесь бывают ошибаются и опытные коллекционеры. Тем более, что подделки гримируются под монеты, побывавшие в обращении, неаккуратно хранившиеся, их иногда умышленно царапают, бьют, мажут грязью, делают все, что угодно для того, чтобы состарить монету, придать ей вид, действительно потрепанный жизнью. И, конечно же, определенную роль в уязвимости данной монеты играет используемый при ее производстве вариант гурта, гладкий гурт, хотя для специалистов именно этот хорошо отполированный кружок является, может быть, одним из показателей подлинности, а как раз подделки выдают себя неаккуратным исполнением, казалось бы, такой простой вещи, как гурт без надписи. И вот перед вами как раз две монеты, одна из которых высококачественная подделка данной монеты. И по стороне с самим памятником они почти неотличимы, можно легко обмануться. Но обратите внимание на некоторые моменты, которые иногда упускаются из виду при выборе монеты. В защищенных участках, но в данном случае ободковая надпись, надписи, заходящие на поле монеты как раз с датой памятника, хорошо виднеется яркий блеск защищенного чеканного поля монета. В то время как сама монета немножко потерта, почищена, ну то есть пережила определенную монетную свою судьбу. И на подделке наоборот. Все места между закрытыми участками замазаны грязью, чтобы скрыть характерное шершавое неровное поле, свойственное для поддельной монеты. Вот такая, казалось бы, небольшая мелочь показывает там, где подделка, а где оригинал. Итак, смотрим теперь портретную сторону. Опять же, увидим яркий блеск в защищенных участках подлинной монеты и закрытой грязью участки между надписью монете поддельной. Шершавое из самого поля, конечно же, немножко выдает подделку. Не совсем точное изображение прядей волос, но все это хорошо видно только при большом увеличении. Поэтому будьте осторожны, аккуратны при покупке донативных монет, очень опасно покупать их по картинкам в интернете. Лучше, конечно, монету увидеть, подержать в руках, поговорить со специалистом, может быть, пригласить специалиста на сделку, и тогда вы в значительной степени защитите себя от покупки подделки. Защищайте себя, набирайтесь знаний, подписывайтесь на канал «Заметки нумизмата», где увидите еще много интересных видеорепортажей. Удачи вам!